Немец-пастор любит Украину, помогает бойцам на Донбассе и переселенцам. О необычном священнике-патриоте подробнее Роман Бачкала. С Богом, крестом и молитвой каждый раз он едет в Атомину, а блокпосты под пулями и снарядами. Лучше, когда мы можем решать вопросы мирные и без насилия. К сожалению, это сейчас невозможно, не происходит, есть война в нашей стране. Это немецкая лутеранская церковь в Киеве. Ее настоятель Ральф Хаске живет в Украине всего несколько лет, вспоминает, как в 89-м пала Берлинская стена. Говорит, Майдан стал похожим событием. С первого до последнего дня Ральф помогал майдановцам. Это было чудо, пережить это чудо, это просто классно. Мы все ожидали, что после революции все будет хорошо. Мы думали, сейчас можно здесь в стране строить новое общество, новое государство. Вот только не думал он, что после Майдана Украина станет такой. После службы пастор меняет церковную одежду на мирскую и вместе со всеми разгружает машину с гуманитаркой. Это спасает жизнь, что эти люди делают. Они помогут людям, которые ранены. Весь этот груз скоро отправится прямо на передовую. Здесь же, прямо в храме, волонтеры и прихожане комплектуют аптечки. За основу взяли натовский образец, но лекарства покупают сами. Так дешевле. Сюда же киевляне приносят теплые вещи. Кюстер храма Валерий готовит машину к отправке. Как видите, это наш БМВ, то есть боевая машина волонтера. Ну, не смотрите на ее такой неприглядный вид. Ну, сами понимаете, куда мы ездим и что мы делаем. Груз на восток пастор всегда сопровождает лично. Это Новоайдар, детский дом. Если у нас есть возможность помогать людям, которые нуждаются в помощи, тогда это мы делаем. Рядом стреляют, земля усыпана гильзами и снарядами. От минометов, градов и даже смерчей. Это целое, аккуратно. Уникальные кадры, сделанные пастором. Село Дмитровка, недалеко от счастья. Счастливый год, переживший бомешку. Здесь был тяжелый бой. От техники одни обугленные обломки. Страшно даже представить, во что превратились тела бойцов. Где-то закапывали, а где? Матери ждут, а их нет. А они скажут, без вести пропали. Не раз Ральфу приходилось рисковать и собственной жизнью. Казалось бы, в чужой стране. Пастор родился и вырос в Германии, но Украину полюбил всем сердцем. И готов ее защищать до конца. Роман Дочкала, Виталий Каминский и Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер.